75-летие Великой Победы Сергей Павлович Королёв В конце 1940 года Сергей Королёв попал в список специалистов, требовавшихся Андрею Николаевичу Туполеву для разработки проекта нового фронтового бомбардировщика. Королёв работает в так называемой «шарашке» — специальном конструкторском бюро НКВД. За колючей проволокой, почти в центре Москвы, ударным трудом крепили отечественную оборонку передовики научно-технической мысли, собранные по лагерным зонам. 44-й год. Королёв назначается заместителем по испытаниям главного конструктора ракетных двигателей «Глушко» в аналогичной конторе в Казани. Кстати, свою первую правительственную награду — медаль за доблестный труд в Великой Отечественной войне — Сергей Павлович получил, будучи заключённым. С разгромом фашизма, в числе многих других специалистов-ракетчиков, Сергей Королёв направляется в Германию для изучения немецкой ракетной техники. На него возлагаются лётные испытания трофейных ракет, подобно тому, как это осуществляли американские союзники. Но он не только сумел подготовить базу для полного воспроизводства ракет V-2 в Советском Союзе, но и вернулся из Германии с практически готовым проектом новой баллистической ракеты дальнего действия, с дальностью превышающей немецкий аналог более чем в два раза. Николай Петрович Каманин Советский лётчик и военачальник, генерал-полковник авиации, один из первых героев Советского Союза. Николай Каманин родился и вырос в городе Меленке Владимирской области, в многодетной семье Сапожника и Ткачихи, русский. После окончания в 1927 году местной средней школы поступил в Красную армию. В 1928 году окончил Ленинградскую военно-теоретическую школу ВВС. В 1929 году поступает в Борисоглебское училище лётчиков, по окончании которого получает назначение на Дальний Восток в авиаэскадрилью имени Ленина. За четыре года службы в этой прославленной боевой части Николай Каманин вырос от младшего военлёта до командира авиаотряда. В феврале 1934 года старший лейтенант Каманин был назначен командиром смешанного отряда самолётов для спасения экипажей пассажиров парохода «Челюскин». Пилот в сложных метеоусловиях на самолёте Р-5 совершил групповой перелёт по маршруту Алюторка-Ванкарем протяжённостью около 2500 км и в девяти полётах на льдину вывез из ледового лагеря 34 полярника и 8 собак, никого не оставив в беде. За мужество и героизм, проявленные при спасении челюскинцев, Каманину Николаю Петровичу 20 апреля 1934 года присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина. В 1938 году окончил Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского. В должности командира легкобомбардировочной авиабригады Харьковского авиагарнизона участвовал в Советско-финской войне 1939-1940 годов. Затем в конце 1940 года полковник Каманин был назначен заместителем командующего ВВС Среднеазиатского военного округа. Занимался формированием и подготовкой авиационных соединений для фронта. На фронтах Великой Отечественной с июля 1942 года командовал 292-й штурмовой авиационной дивизией на Калининском фронте. С февраля 1943 года командир 8-го смешанного и 5-го штурмового авиационного корпусов на 1-м и 2-м украинских фронтах. Внес весомый вклад в совершенствование тактики боевых действий штурмовиков Ил-2. Соединения под его командованием участвовали в Великолугской, Белгородско-Харьковской, Киевской, Корсунь-Шевченковской, Львовско-Сандомирской, Будапештской и Венской операциях. Освобождали от гитлеровских захватчиков Украину, Польшу, Румынию, Венгрию и Чехословакию. С октября 1959 по 1972 год Николай Каманин отвечал за создание и развитие Центра подготовки космонавтов, был руководителем подготовки первых советских космонавтов. Евгений Анатольевич Карпов Первый начальник первых космонавтов В истории космонавтики имя Евгения Анатольевича Карпова навечно вписано как имя первого начальника Центра подготовки космонавтов. Он родился в 1921 году в селе Казацкое Киевской области в семье врача Анатолия Петровича и певицы Антонины Михайловны. После окончания школы в сентябре 1938 поступил на учебу в Ленинградскую военно-медицинскую академию имени Кирова. Учеба шла хорошо, но вмешалась война. Целый год в блокадном Ленинграде. Будущих врачей стали учить профессии ускоренным методом, чтобы быстрее направить на фронт. В 1942-м, по дороге жизни, выпускников академии вывезли из Ленинграда для распределения в действующую армию. Карпов был направлен в часть авиации дальнего действия. Начав службу с должности старшего врача гвардейского авиационного полка, стал затем начальником медицинской службы авиационной дивизии дальнего действия, летчики которой в августе-сентябре 1941 участвовали в воздушных налетах на Берлин. Авиационная медицина стала его специальностью. Характерный штрих. Врач Карпов научился летать не только на учебных, но и на боевых машинах. Как профессионал он хотел глубже понять, что испытывает пилот за штурвалом. Михаил Петрович Одинцов Генерал-полковник авиации. Дважды Герой Советского Союза. С января по ноябрь 1963 года возглавлял Центр подготовки космонавтов. Михаил Одинцов родился в 1921 году в селе Полозово. Сегодня это Большесосновский район Пермского края. Отец Михаила служил в следственном отделе ОГПУ. Поэтому семья часто меняла место жительства. После окончания школы и одного курса лесотехникума работал на обувной фабрике. Без отрыва от производства занимался в аэроклубе. С первых дней в действующей армии. Первоначально командовал звеном в составе 226-го скоростного бомбардировочного авиаполка. Во время боев на Украине 3 июля 1941 года самолет Одинцова был подбит. При этом летчик был тяжело ранен. Но истекая кровью сумел довезти машину до аэродрома. Уже в тот период он был представлен к своей первой награде, но так и не получил ее. Из-за того, что дивизия попала в окружение и вся наградная документация была уничтожена. После длительного лечения вернулся в свой полк, к тому времени отведенный в тыл на переформирование. После формирования 800-го штурмового авиаполка был направлен в его состав. Был заместителем командира, затем командиром эскадрильи. Участвовал в боях под Воронежем, на Донбассе, Смоленщине, Новгородчине, Псковщине. С июня 1943 года и вплоть до конца войны сражался в 820-м штурмовом авиаполку. Принимал участие в Сталинградском сражении, битве на Курской дуге, освобождении Украинской ССР, битве за Днепр, освобождении Польши, боях в Германии, освобождении Чехословакии. Отлично владел техникой пилотирования, что позволяло ему выполнять поставленные задачи даже в самых тяжелых условиях. Так, 7 июля 1942 года Одинцов, защищая ведущего группы командира полка, вступил в воздушный бой против превосходящих сил немецких истребителей. При этом он сбил двух из них, а еще двух обратил в бегство. В том сражении его самолет был подбит, но летчику удалось дотянуть его до аэродрома и произвести посадку. Проявил себя и как хороший командир. Многократно водил на выполнение сложных боевых заданий штурмовые группы, насчитывающие от 6 до 12 самолетов, не допуская ни одного случая потери ориентировки. Добился минимизации потерь в личном составе. Проявил себя также как мастер воздушной радиосвязи, не только отлично руководя своими группами, но и информируя командование о текущем положении и действиях противника. В победном 1945-м Михаил Петрович участвовал в Висло-Одерской наступательной операции, в освобождении Верхней и Нижней Силезии, а затем в штурме Берлина. Всего за весь период Великой Отечественной войны Одинцов совершил 215 боевых вылетов. Михаил Петрович в воздушных боях сбил 14 самолетов противника, что является непревзойденным результатом среди летчиков-штурмовиков. Кроме того, в период с мая 1944 по мая 1945 Одинцов лично и действуя в группе уничтожил или вывел из строя 7 немецких танков, 2 бронетранспортера, 29 грузовых и легковых автомашин, 3 артиллерийских орудия, 3 железнодорожных вагона с военным грузом, а также сбил истребитель Фокке-Вульф ФВ-190. Николай Федорович Кузнецов Герой Советского Союза Заслуженный военный летчик СССР Доктор военных наук Начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Родился 26 декабря 1916 года в Петрограде в семье рабочего Русский Окончив 7 классов и школу ФЗУ, работал токарем на Ленинградском заводе имени Каленина В рабочей крестьянской Красной Армии с 1935 года Окончил Ленинградскую школу авиационных техников в 1937 году Качинскую военную авиационную школу пилотов в 1941 году Участник Советско-финляндской войны 1939-1940 годов Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 года Старший лейтенант Кузнецов особенно отличился 6 января 1943 года В воздушном бою самолет Кузнецова Р-40К был подбит На горящем истребителе советский летчик, отбиваясь от показательных атак пяти немецких стервятников, уходил к линии фронта Добить самолет немцы не смогли Кузнецов горел, терял высоту, но уходил от немцев то в одну сторону, то в другую Скользил по воздуху и упрямо тянул к своим Когда до линии фронта оставалось всего ничего, тройка мессеров отвернула в сторону и ушла А двойка решила атаковать русского сверху, ударить по кабине, чтобы наверняка его добить Тогда Кузнецов задрал нос самолета вверх и ответил на атаку всеми шестью пулеметами, которыми был вооружен Китти Хок И он попал, и угодил точно в немца Потом, работая рулями, резко нырнул вниз Сработал Кузнецов мастерски Своим винтом он отрубил, а точнее отломил фашисту хвост Немец камнем рухнул на землю и в ту же секунду взорвался А Кузнецов продолжал тянуть на подбитой машине к своим Чувствовал, что огонь вот-вот проберется в кабину Из-за этого он не открывал фонарь Боялся, что стоит только чуть приоткрыть фонарь, как пламя проникнет в кабину И оно проберется даже сквозь очень малую щель И тогда все Летчик превратится в факел Дотянуть до аэродрома Кузнецов не смог Его самолет упал сразу же за линии фронта Дальше летчик сумел пройти примерно 7 километров и потерял сознание от усталости и потери крови А дальше был госпиталь, тяжелейшая операция и возвращение в строй Звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Николаю Федоровичу Кузнецову присвоено 1 мая 1943 года за 213 боевых вылетов 17 лично и 12 в группе сбитых самолетов противника Войну закончил в Берлине в звании гвардии майора Будучи заместителем командира 67-го истребительного полка Всего он провел 252 воздушных боя и сбил 37 самолетов противника с учетом групповых побед Принимал участие в параде победы После войны продолжал службу в ВВС В 1949 году окончил военную академию имени Фрунзе В 1956 году военную академию генштаба При его активном участии в конце 50-х, начале 60-х годов Создавался отряд советских космонавтов и строился Центр подготовки космонавтов В период с 1963 по 1972 год он являлся начальником Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина Георгий Тимофеевич Береговой Летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза Единственный удостоен первой звезды героя за Великую Отечественную войну, а второй за полет в космос Космонавт Георгий Береговой родился 15 апреля 1921 года в селе Федоровка Полтавской губернии Украинской ССР После окончания средней школы в 1938 году начал трудовую деятельность на Инакиевском металлургическом комбинате В том же году призван в Красную армию В 1941 году окончил Ворошиловградскую школу военных летчиков имени пролетариата Донбасса Но в части, куда он приехал, летчики тянули жребий на вылет Самолетов практически не осталось Пришлось переучиваться на ББ-22, затем на П-3 и, наконец, на Ил-2 Летом 1942 года попал на Калининский фронт За годы войны совершил 186 боевых вылетов Три раза был сбит Однажды совершил вынужденную посадку на лес и четверо суток шел к своим В другой раз тянул на горящей машине до линии фронта и прыгал с самолета буквально в самый последний момент В память о боевом прошлом Береговой попросил нарисовать на эмблеме Союза-3 самолет Ил-2 Георгий Береговой является единственным космонавтом, который к моменту присвоения звания Героя Советского Союза за космический полет Уже имел звание Героя за героизм в Великой Отечественной войне В годы войны воевал в 5-м штурмовом авиационном корпусе, которым командовал Каманин Войну закончил 12 мая в Праге Владимир Александрович Шаталов Летчик-космонавт СССР Дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов родился 8 декабря 1927 года в городе Петропавловск, Казахстан Мальчик вырос в семье железнодорожника Перед началом Великой Отечественной войны окончил 6 классов средней школы номер 4 города Ленинграда В школьные годы занимался авиамоделированием в кружке Дворца пионеров Владимир Шаталов 13 лет встретил войну в Ленинграде Неоднократно пытался бежать на фронт И отец был вынужден взять его к себе в часть Полтора месяца был сыном полка Участвовал в обороне Ленинграда Вместе с отцом был в составе ремонтно-восстановительного поезда «Связь Рем-1» А затем отправился в родной город Петропавловск Куда уехала в эвакуацию семья В 1943 году в Петропавловске окончил школу-семилетку После чего поступил в 6-ю Воронежскую специальную школу ВВС Которую окончил в 1945 году В июле 1945 поступил в 8-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков В августе 1945 ее закрыли Продолжил обучение в Качинском краснознаменном военном авиационном училище летчиков имени Мясникова В 1949 окончил училище по первому разряду и стал летчиком Служил летчиком-инструктором в Качинском училище Заместителем командира эскадрильи Затем командиром эскадрильи Заместителем командира авиационного полка на других должностях В авиационных частях военно-воздушных сил СССР Приказом главкома ВВС номер 14 от 10 января 1963 года Был зачислен в Центр подготовки космонавтов в качестве слушателя космонавта Владимир Шаталов вместе с Алексеем Елисеевым Первыми из советских космонавтов совершили три космических полета С 3 января 1987 по 19 сентября 1991 года Был начальником Центра подготовки космонавтов Павел Иванович Беляев Летчик-космонавт СССР номер 10 Герой Советского Союза Заслуженный мастер спорта СССР Участник Второй мировой войны на Дальнем Востоке Участвовал в боях против империалистической Японии Полковник Павел Беляев родился 26 июня 1925 года В деревне Чилищево-Рослятинского района Вологодской области В семье фельдшера Когда Павлу было 7 лет, его семья переезжает в село Меньково-Ледингского района Где мальчик идет в первый класс Через 6 лет отца Паши переводят на другую работу И вся семья перебирается на Урал в город Каменск-Уральский Павел уже с детства твердо решил, что обязательно станет летчиком И его мечта сбылась Через год после начала Великой Отечественной войны В 1942 году Павел заканчивает среднюю школу Будучи ребенком, Павел хотел быть полезным родине И решил отправиться на фронт Идет в военкомат и подает заявление с просьбой взять его на фронт Но из-за юного возраста ему отказывают Тогда он идет работать на завод токарем Позже работает приемщиком готовой продукции Через некоторое время вновь подают заявления о зачислении его в ряды Красной армии В мае 1943 года его заявление приняли и направили в третью Сарапульскую авиационную школу В этой школе будущие летчики знакомились с самолетами и совершали первые полеты Смелость и отвага, а также мужество Это немногие качества, которыми обладал Павел Иванович, будучи еще студентом В 1945 году, когда Беляеву было 20 лет, он участвовал в Советско-японской войне в качестве летчика-истребителя За что был награжден знаком отличия Он был космонавтом первого гагаринского отряда Павел Беляев руководил первым в мире выходом человека-космонавта Алексея Архиповича Леонова В открытое космическое пространство Полет космического корабля «Восход-2» — это новый этап в исследовании и освоении космоса Впервые в истории человек вышел в открытый космос из космического корабля «Восход-2», полет которого проходил 18-19 марта 1965 года Павел Иванович Беляев — первый начальник управления подготовки центра Иван Николаевич Пачкаев — лауреат Государственной премии СССР Почетный радист СССР Начальник отдела Заместитель начальника управления Начальник управления центра подготовки космонавтов имени Гагарина Инженер по эксплуатации радиооборудования Специалист в области тренажерной техники для подготовки космонавтов Писатель-историк Генерал-майор авиации в отставке Иван Николаевич Пачкаев родился 23 ноября 1925 года в крестьянской семье В селе Закладное Завьяловского района Сибирского края Ныне село в составе Романовского района Алтайского края В 1938 году окончил среднюю общеобразовательную школу города Павловска Алтайского края В 1939 году Иван Пачкаев был призван в ряды рабочей крестьянской Красной армии В 1944 году окончил Ленинградское артиллерийско-техническое училище по специальности техник По окончании училище был направлен в одну из боевых артиллерийских частей В составе которой участвовал в завершающем этапе Великой Отечественной войны В бою 21 июня 1944 года за деревню Карьяла Проявил исключительное мужество и бесстрашие Под непрерывным огнем противника Оказывал медицинскую помощь раненым бойцам на поле боя Пачкаев лично вынес тяжелораненых 18 бойцов и офицеров с их оружием И доставил на ПМП полка По окончании войны с 1945 по 1949 год проходил службу в Забайкальском военном округе В должности командира автомобильного взвода Владимир Сергеевич Серегин Советский летчик Летчик-испытатель первого класса Командир учебного полка Центра подготовки космонавтов Военно-воздушных сил СССР Герой Советского Союза Полковник-инженер погиб в авиакатастрофе Вместе с первым космонавтом Юрием Гагариным Во время тренировочного полета на самолете МиГ-15 УТИ В ходе которого выполнял обязанности инструктора Владимир Серегин родился 7 июля 1922 года в городе Москва Окончил 10 классов В 1940 году добровольцем вступил в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии В 1943 году окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов На фронтах Великой Отечественной войны с октября 1943 года Служил рядовым летчиком Затем был командиром звена Воевал в небе Украины, Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии Освобождал Венгрию и Австрию При штурмовке скоплений техники противника у озера Болотон Выдержал бой с шестеркой немецких истребителей Фокке-Вольф Будучи раненым, на изрешеченном самолете дотянул до аэродрома Где совершил посадку на одно шасси Всего во время войны совершил более 200 боевых вылетов На штурмовку наземных войск, техники, аэродромов, эшелонов И других военных объектов противника В 19 воздушных боях лично сбил три самолета противника За успешное совершение 140 боевых вылетов на штурмовку вражеских войск Разведку и фотографирование важных объектов противника 29 июня 1945 года Лейтенанту Серегину Владимиру Сергеевичу Присвоено звание Героя Советского Союза С вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда» Константин Петрович Феоктистов Летчик-космонавт СССР Герой Советского Союза Доктор технических наук Профессор Ветеран Великой Отечественной войны Закончил МГТУ имени Баумана С 1964 года в отряде космонавтов Родился 7 февраля 1926 года Самое невероятное военное прошлое было у космонавта Константина Феоктистова Когда началась война, Константину было 15 лет Семья Феоктистовых жила в Воронеже, который был вдали от линии фронта до 1942 года Летом 1942 года город впервые начали бомбить Отца призвали на войну, а мать решила покинуть город Константин как бы потерялся и прибился к разведгруппе при Воронежском гарнизоне Правобережную часть города немцы заняли 6 июля Но на левый берег перебраться не смогли А Феоктистов стал ходить через реку в разведку Четыре раза 16-летний парень переплывал ночью реку Разведывая расположение штабов артиллерийских батарей и танков И возвращался назад А в пятый раз попался эсэсовскому патрулю Который без какого-либо расследования расстрелял его Я не успел испугаться Увидел только мушку на стволе пистолета Когда немец вытянул руку и выстрелил мне в лицо Я почувствовал, будто удар в челюсть и полетел в яму Упал удачно Падая, перевернулся на живот и не разбился Грунт был твердый А на дне ямы валялись осколки кирпичей На какой-то момент я, наверное, потерял сознание Но тут же очнулся и сообразил Не шевелиться, ни звука Так и есть Слышу разговор, значит их уже двое Немец столкнул ногой в яму кирпич Но в меня не попал Переговариваясь, оба ушли со двора Я лежал и чувствовал сильную боль в подбородке и слабость во всем теле Потом встал на дне ямы Глубоко, метра полтора-два Как выкарабкаться? Вдруг слышу Немцы возвращаются Я тут же рухнул лицом вниз, мгновенно приняв прежнюю позу Они подошли к яме Обменялись несколькими фразами И не торопясь ушли Я полежал еще немного Поднялся и все-таки выбрался наружу Пуля, как потом выяснилось, прошла через подбородок и шею на вылет Опухоль в шее мешал их говорить и пить Однако через некоторое время говорить я все же начал Дотащился до своей разведгруппы Рассказал, что и как было Передал разведданные Константин Феоктистов Был награжден орденом Отечественной войны Георгий Тимофеевич Добровольский Командир космического корабля «Союз-11» И первый в мире орбитальной станции «Салют» Летчик-космонавт СССР Подполковник Георгий Добровольский родился 1 июня 1928 года Жил в Одессе Когда в 1941 году к городу приближались нацисты Помогал рыть окопы Гасил зажигательные бомбы После оккупации города участвовал в партизанском движении В 1944 году 16-летнего парня арестовали за хранение оружия Пытали и приговорили к 25 годам каторжных работ Но при помощи подполья Участников которого Георгий не выдал даже под пытками Он смог бежать Вскоре Одесса была освобождена советской армией После чего Георгий поступил в Одесскую специальную школу ВВС Свою короткую и яркую жизнь Добровольский связал с небом Владимир Михайлович Комаров Летчик-космонавт СССР Инженер-полковник Дважды Герой Советского Союза Владимир Комаров родился 16 марта 1927 года В 1941 году его отец был призван на фронт Летом 41-го Владимир, возвращаясь из школы Увидел выставленный на всеобщее обозрение На нынешней театральной площади Москвы немецкий самолет Это был разведывательный Юнкерс 88 Который был сбит накануне около Истры Летчиками третьего истребительного авиакорпуса Когда вернулся домой, сказал Я обязательно стану летчиком В 1943 году окончил семилетку И поступил в первую московскую спецшколу ВВС Стремясь попасть на фронт Чем мог, помогал взрослым Участвовал в разборе завалов на улицах столицы Разгружал вагоны Не отказывался ни от какой работы Комаров стойко переносил голод, как и все москвичи Спецшколу окончил в июле 45-го Когда война уже закончилась После окончания школы ВВС Стал курсантом Соловской авиационной школы первоначального обучения А в сентябре того же года Курсантом Борисоглебского военного авиационного училища летчиков До конца был верен авиации небу В сентябре 1965 года Он был включен в группу подготовки к полету по программе «Союз» В августе 1966 года было принято решение Что Владимир Комаров будет пилотировать «Союз-1» Его дублером назначили Юрия Гагарина Этот полет 23-24 апреля 1967 года оказался роковым Владимир Комаров погиб при завершении программы полета Когда во время спуска на Землю не раскрылся основной парашют И запутались стропы запасного парашюта спускаемого аппарата На большой скорости космический корабль врезался в Землю За героизм, мужество и отвагу, проявленные при осуществлении полета Награжден второй медалью «Золотая звезда» Посмертно Международный комитет по аэронавтике и космическим полетам Отметил подвиг космонавта орденом «Роза ветров» Юрий Алексеевич Гагарин Первый в мире космонавт Об этом не часто думают Но знаменитую на весь мир гагаринскую улыбку Мог уничтожить безымянный немец Который выгнал семью Гагариных из дома в деревне Клушино Вынудив жить в землянке Гагарин не воевал В 1941 году он только пошел в первый класс Но голод, болезни, военные преступления немцев на оккупированной территории Могли убить его с такой же легкостью Чуть не погиб младший брат Гагарина Немец повесил его на шарфе Но Юра успел позвать мать Школа в деревне закрылась Немцы выгоняли учительницу с детьми из всех помещений Где она пыталась учить Только когда деревня была освобождена советскими войсками в 1943 году Семья Гагаринах смогла вернуться в свой дом А Юра учиться дальше Юрий Гагарин пошел в первый класс Но учиться ему не пришлось Война сама напомнила о себе В их селе, после сражения с врагом Упал краснозвездный истребитель Летчик-истребитель Ларцев Показал маленькому Юре кабину самолета И тогда Юра впервые увидел Как на гимнастерках сверкали ордена Красного знамени за финскую И орден красной звезды за Испанию Вскоре после полета в космос Гагарин получил письмо от того самого Ларцева Он писал, что хорошо помнит тот сентябрьский день 41-го года и мальчишек И что он верил, что из мальчика по имени Юра вырастет летчик Но о космосе они тогда в сороковые мечтать не могли По бедную весну Юрий Гагарин встретил Радуа Силикуэ вместе со всеми советскими людьми Говорит Москва Среди тех, кто не летал в космос, было много ветеранов войны Космонавтов отбирали, тренировали и обучали люди Которые прошли через страшные военные испытания Инженеры, которые проектировали космические корабли Как правило, не воевали на фронтах той войны Но их работа по созданию новой техники была тяжелой, самоотверженной И спасала жизни тех, кто воевал, приближая победу Великая Отечественная война очень тяжело далась нашей стране Погибло более 27 миллионов человек Многие города и заводы были разрушены Но война не смогла сломить нашу цивилизацию Города были отстроены заново, заводы осваивали новые технологии И всего через 16 лет наши предки, победившие величайшее зло 20 века Сделали первый шаг к звездам Без героизма тех, кто отдал жизнь за победу Воевал или неустанно трудился в тылу Не было бы ни нас, ни нашего космоса С праздником! С Днем Великой Победы! 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 Днем Великой Победы!